Пять ночей с Фроги 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 Внешность игрушки представлена на фото ниже Акция в столовой Пять ночей с Фроги 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 Во дворик. Сегодня ночью игрушки были разбросаны. Судя по всему, был очередной набег вандалов на сад. Было разбито два окна, вырвано несколько кустов. Кажется, наш ночной охранник Даниэль Блазен снова заснул на посту. Король-внук потребовал нанять новую охрану. Подробнее об этом статье требуется охрана. Ничего интересного. О, требуется охрана. Да еще и в таком элитном месте. Это работает для меня. Я отстроюсь туда сейчас же. Алло, да, я хочу устроиться у вас охранником. Вообще, это не король Фрогульта. Он не правит никаким местом. Это просто очень богатый мужик. И он, так сказать, присылал себе звание короля. Не знаю, как? Ну, просто так. Меня приняли. Теперь надо доехать до сказочного королевства в центре города. Где я там припаковался в ржавенький фургон? Совсем забыл. Так вот, что это будто Россия? Ага, вот и он. Фургончик. Он должен был уже остыть. Ну и бардак. Совсем его запустил. Ну, ладно, поехали. Прикол. Прикольно. КГ Продакшн представляет. Бля, это еще есть фроги. Блин, прикольно. Спустя три года... Ярик, блядь! Прошло так много времени... Времени. Бачок, блядь! Бачок, ботик! Все, мы уже проиграли. Что же я наделал? Он так спешил, что аж врезался. Блин, фрогольд. Разочаровался. Это был король. Наверняка он это видел. Какой позор. Сколько же с меня потребуют за это? О, не беспокойтесь. Право же, это пустяки. Наша беседка очень крепкая. Видите? Не вмятины. Позвольте, я помогу вам припарковать этот... Этот... Бургон? Ну, хорошо. Спасибо большое. А то я уже испугался, что повредил чего. Вы ведь Томас, да? Судя по тому, что вы уже в форме, вам не тяжесть приступить к работе. Но мы ведь даже еще не приняли вас. Ах, не волнуйтесь. Вы уже упоминали по телефону, что вам уже приходилось работать охраной. Поэтому я, несомненно, могу вас принять. Более того, что нам очень нужны люди на эту должность. Сейчас у нас с этим проблемы. Всего лишь один охранник на всю территорию. И то он был переведен на дневную смену. Вам же придется работать ночью. Позвольте, я покажу вам ваше рабочее место. Блин, Ларензи такой уже нерадостный. Хм, я буду в этом доме? Да ты чё? Нет, в этом. Погуляйте пока по королевству. Не нужно дальше бежать по делам. В 12 часов ночи вы должны уже сидеть в одном домике. В нем уже есть все для работы. Я позвоню вам в эту избушку и расскажу обо всем поподробнее. Хорошего вечера. Постойте, ну ведь, а как же трудовой договор, а как же документы? Ну вот, убежал. Блин, он русский или кто? Такое чувство, будто это какой-то русский мужик реально охранником устроился в какую-нибудь школу. Надеюсь, все будет в порядке. Мне, конечно, сказочный королевский... Блин. Мне, конечно, сказочно повезло устроиться сюда, если меня действительно приняли. Понедельник. Понедельник. О, какое место. Звонок. Алло, здравствуйте снова, Томас. Как я и говорил, я позвонил вам в начале ночи. Извините, что не успел рассказать все заранее. Дел было совсем много. Сейчас я расскажу вам про ваши обязанности. О, кстати, как вам наш королевский сад? А сам дворец красивый, не правда ли? А как вам еще наша беседка? Извините, я совсем отвлекся. Я привык расспрашивать посетителей королевства. Ой, к тому же вы не сможете мне ответить. В общем, слушайте внимательно. Потому что у телефона в домике словно микрофон, а мы что-то до сих пор его не заменили. Поэтому вы не сможете отвечать. Так вот, справа от входа есть компьютер. Он связан с системой видеонаблюдения. Вы должны следить за территорией и смотреть, чтобы никто из посторонних не бродил и не безобразничал в саду. В последнее время к нам очень часто стали приходить различные вандалы и партические куритории сада. Король очень недоволен от этого. Если вы увидите кого-то из них, то прогоните их. Включив сигнал тревоги там, где они находятся. Но только не включайте ее слишком долго. Звуки тревоги могут раздадить королевскую сменю или персонал дворца. Вас могут за это уволить. Время вашей смены довольно короткое. Всего 6 часов. Сначала, как вы уже поняли, 12 ночи. Тогда для вас еще есть особое поручение. С компьютера у вас в домике можно дистанционно заводить музыкальную шкатулу, которая стоит рядом с детской спальней. Король просил передать вам, чтобы вы заводили. Эту функцию вы до сих пор не сделали автоматизированной. Заводить ее нужно, чтобы убаюкивать маленьких детей. С ночного шума они часто просыпаются. Ну вот и все, что вам нужно делать. По сути просто. Ну, доброй ночи. Доброй ночи. Ларенси забыл. Забыл вам сказать. По-моему, в лампе мало масла. Не уверен, что его хватит на всю ночь. Извините за неудобство, но это ведь не помешает. Ой, блин. А как масло... Как потушить-то? Лампа погасла. Масло закончилось, похоже. А где вандалы? Опа, вандалы. Я в смысле не убежал. Вандалы? Ублюдки, эти вандалы. Музыка. С этими вандалами, это просто жопа. Стойте, 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 стойте. Блин, ночное видение нахрен. Вообще нифига не видно. Фроги? Так, ладно. Где? Ага. Блин, с этими вандалами? Это система вандалов? Это просто жопа. Вандалы. А нафиг вандалы приходят и ломают тут все? Я не понимаю. За что? Ой-ой-ой. Ты кто такой? Ой-ой-ой. Интересно, это механика игры? Типа, когда мы смотрим на него, он уходит с камеры. Нет памяти. Так, где вандалы? Ой, блин, музыка. Блин, столько кнопок. Это лягушка? О, уже 5 часов. Так, ну уже видно, что начинается утро. Так, в таких играх вообще комментировать это ужасно. В плане... Это очень трудно. Так, ну вандалов в такое время уже не будет. О, утречко. Птички поют. Все, вандалов уже нет. Можно успокоиться. Все. И это победа. Настало утро. И... 12 вандалов прогнаны. Да. Ущерба нанесло 18%. Ну нельзя так делать, короче. Или иначе все. Замку кобздец. О, неужели это... Вы ночной охранник, да? Да, вы, я так понимаю, дневной? Ментак, меня зовут Даниэль. Если что, как хорошо, что вы живы. Вы ведь понимаете, о чем я... Вы про игрушек? Верно. Значит, и вы их уже видели в действии. Хорошо, что я вас встретил. Я должен вам кое-что рассказать. Когда я работал тут по ночам, я сам видел, как... Их похождения. Но что меня пугало, так это... Что они пытаются добраться до меня. Я решил не рисковать и не подпускать их к себе. И я сумел защититься от них. Я хочу рассказать вам об этом. Смотрите, из ходящих я видел только лягушку и кошку. Если придет лягушка, тушите свет. Она совсем не видит в темноте. Не видит? А как она тогда ориентируется ночью в саду? На улице ночью светлее, чем в темной комнате. А теперь про кошку. Она всегда пытается проникнуть к вам через печку. Не понимаю, как она взбирается на избушку, но поглядывается за печкой. Если вы видите там светящиеся глаза, то узнаете, что это она. В тот момент у меня был зажжен свет, и она быстренько ушла. Думаю, свет ее несколько пугает или просто слепит. Понятно. То есть я должен держать свет зажжен, и если она придет? Все правильно. У вас было что... Бывало, что лягушка и кошка приходили вместе? Да, такое случалось. В таком случае постоянно тушите и зажигайте лампу. Постоянно вспышки светом не по нраву им обоим. Большое спасибо, что рассказали. Сегодня ночью мне, конечно, было жутковато видеть ходящую игрушку-лягушку. Понимаю вас. Все запомнили? Так точно. Ну, берегите себя. Пожалуй, надо взять с собой спички в следующий раз. Жестко. А, это сны. Еще в старых версиях, короче, были сны. Да. Это, по-моему, кстати, комната... По-моему, спальня Фрогольда или... Маргарет. Я не помню. Но это вроде... Да, это спальня чья-то. По-моему, Маргарет вторая. Да. Вторник. Уже страшно. Да, уж первая часть, она довольно-таки страшная. Вторая часть, она самая сложная. Нажмите на лампу, чтобы потушить ее. В лампе еще полно масла. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Буду разговаривать и даже не знать, как вы на что-то отреагируете. Ну ладно, поручение есть поручение. Что вам такое рассказать? Встречали нашего второго охранника? Да, того самого, которого мы перевели на дневную смену. Чудной человек. Рассказывал нам про то, как он видел ходящих по саду игрушек. В итоге мы решили отправить его на осмотр к психиатру. И, представляете, сегодня как раз мы знаем результаты его обследования. Удивительно, но у него как-то все в порядке. Тем не менее, я лично считаю, что за ним стоит поглядывать. Ну все, мне нужно ложиться. Продолжайте работу. А, да, приходите сегодня после работы в столовую на завтрак. Его величница пригласила вас. Круто, спасибо. А-а-а! Блин, забыл про это говно. Все. Так, за вандалами следить надо. Они тут замок ломают, как бы. Если вовремя не выключать сигнализацию, то придут вандалы, и Фрогольд даст нам люлей. Вот. Точнее, вандалы убегут, а Фрогольд придет нам и даст люлей ночью. А если включить пожарную тревогу просто так, то с нас... Ну, короче, Фрогольд нас уволит за ложный вызов. Самое главное, вот мы звеним в этот самый сигнализацию. А Фрогольду пофиг. Типа, он настолько крепко спит. А, так вот как это работает. Я просто не понимаю немножко. Типа, систему зажигания спичек. Раньше это было проще. Ты просто несколько раз нажимал на коробку со спичками, а теперь тебе нужно взять ее, вытащить оттуда, и сложным образом же зажечь. Вот, это очень сложно. Так. Вдвоем их нет. Это кобздец. А где кошка? Китти, точнее. А, вот вандал. Скрылся, блин, за интерфейсом. Еще за игрушками следить надо. Это кобздец. Пошел отсюда, вандал, гребаный. Игрушек нет. Пока все ок. А что музыка такая нагнетающая? Давай! Блин! Выключи! Блин, это будет очень сложно. Самое главное, я не потушил спичку. А если бы я ее не потушил, она бы упала, и избушка бы сгорела. А меня бы, короче, это самое, выгнали. Просто я видел где-то на ютубе, там, прохождение. Ну, точнее, исходы всех увольнений. Вот. И, короче, если спичка упадет на пол, начнется пожар, и мы сбежим. Но при этом мы проиграем. И нас оставят без работы. Минус ночного видения в том, то, что долго загружается. Очень долго. Очень долго загружается. Опа, опа. Но зато очень отчетливо видно вандалов. Это Варенсе? Похоже на Варенсе. Нифига тут вандалов. Ну, кстати, к утру в это самое, вандалов нет. Так что все отлично. Очень даже. У меня вопрос. Почему игрушки не нападают на вандалов? Если они убили... А, точно. Их же запрограммировал этот философ. Ну, там в сюжете потом расскажется, что за философ и кто это делает вообще. Настало утро. Вандалов прогнул 24. Ну, если на ущерба 22%. Как-то много. Доброе утро, Томас. Добро пожаловать в королевскую столовую. Ни хрена тут хоромы. Король уже ждет вас. Проходите. Какой гостеприимный мальчик. Где мы десерт? А! А вот и наш новый охранник. Присаживайтесь, Томас. Благодарю. Добро пожаловать к нам. Надеюсь, тебе здесь будет комфортно работать. Изведи, что только сейчас позвал тебя побеседовать. А то ты уже второй день успел отрабатывать. Отработать. Ну, убери что хочешь, не стесняйся. Шампанского. Блин, я испугался. Вы посмотрите просто на это лицо. Ну, ладно. Нет, спасибо. О, Ларенси, сейчас вовсе нет никакой необходимости в таком напитке, как шампанское. Ваше Величество, разве вы не утверждали, что каждый день в сказочном королевстве должен быть праздником? Я, ну... Ладно, Ларенси, оставь-ка нас. Больше не смею вас беспокоить, сэр. Приятного аппетита. Томас, ну что, ты хорошо справляешься со своей работой? Думаю, да, сэр. Последние дни в моем королевстве довольно напряжные, мне ужасно тяжело. Эти люди, которые, ну, вандалы, так сильно они мне еще никогда не досаждали. Кто они такие? Я их лично не знаю, но они явно что-то хотят от меня. Мне не так и не удалось выйти с ними на переговоры, и это странно. Если они чего-то хотят, то мы чему бы им просто не обсудить проблему за чашечкой чая. Ладно, что-то я опять загрустил. Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом. Сэр, позвольте мне скромный вопрос задать. Ммм, слушаю тебя, Томас. У вас очень красивые сады и дворец. Как появилось такое замечательное место? О-хо-хо! Ты хочешь узнать историю моего скромного королевства? Угу. Ммм, с чего бы начать? Ваше Величество, королева желает видеть вас прямо сейчас. Да! Хорошо, я сейчас же прибегу. Прости, Томас, мне придется покинуть тебя. Доброго дня. Блин, какой приятный человек. Том, зайди ко мне на минутку. О, Лары, ой, этот. Даниэль. Приятель, я чуть не допустил роковую ошибку. Что такое? Я не рассказал тебе об одной еще угрозе. Иногда по ночам можно услышать рычание. Ты слышал его? Нет. О, пойду, пойду. Хе-хе, блин. Это рычание сдает еще одна игрушка. Она выглядит, как зеленый маленький крокодильчик. Про него как раз недавно писали в Королевской газете. Его практически невозможно увидеть на камерах, но он постоянно рычит. Не забывай, ты можешь прослушать звук с камеры, если услышишь рычание. Значит, эта игрушка там. И он тоже, значит, идет у госпушки. Да, именно. Я был бы уверен, что такой маленький крокодильчик не сможет навредить кому-то, если бы он не успел увидеть его зубы. Так как я смогу прогнать его? Вот это я и хотел рассказать. В общем, как я обнаружил при встрече с ним, свет его раздражает. Да, прям как и кошку. Услышать его рычание у себя в комнате, зажигая срочной лампой. Понятно, ну я и влип здесь, конечно. Ты думаешь, уволятся? Как бы сказать. Я и сам когда-то продумал поскорее бы свалить отсюда, но мне было крайне любопытно наблюдать подобные вещи, и я остался. Да и зарплату, ты знаешь, вот еще одна причина, по которой я продолжал рисковать. Не, не, ты не подумай, я вовсе не обязательно, не обязываю брать пример с меня. Ты можешь поступить куда разумнее и уволиться с этого странного места, либо же, если ты достаточно уверен, в себе остаться. Я так понимаю, рассказывать об игрушках кому-то бесполезно? Ага, меня из-за этого принудили к обследованию. Не могу поверить, что еще никто здесь не знает об игрушках. Ты пытался показать записи с камер? Слушай, я предлагал на самом деле, но знаешь, что такая абсурдная ситуация. Доступ к записям имеет только король. Но это еще полбеды, на самом деле. Он забыл пароль от своей учетной записи. Ты только подумай. Ну и дела. Блин, серьезно. Ну ладно, по королю можно понять, что он такой. Ну знаете, простофиля, но, блин. Забыть пароль от учетной записи. А, новую поставить нельзя. Казалось бы, что такого, что доступ к записям будет и у сотрудников. Я слышу, скоро выпустят большое обновление для Royal CC TV. Жду не дождусь. Тот ссылка второй части. Когда в 2007 году или в 2009 будет вторая часть события. И там как раз будет это обново. Здесь живут настолько богатые люди, что даже заказали в собственную операционную систему. Но зачем? Болтайте в рабочее время, Даниэль. Извините, больше не повторится. Ну, там, давай. Блин. Его улыбчивое лицо меня очень бесит. Ну, не Даниэля, а этого Ларенса. Так, сны. Сны. Что у нас в снах? Так, это что, Крайвская гостиная? Крайв его. Среда. Ламп еще полно масла. Алло. Доброй ночи, Томас. Я тут, мимоходом, узнал от короля о том, что вы заинтересовались историей нашего королевства. Ну и раз вы хотите узнать все так подробно, то я расскажу вам одну трагичную историю. Да, это, конечно, странно, что именно ее я хочу рассказать. Довольно странно. Но, ладно уж, расскажу. Все равно, кто-то хочет говорить. Где-то год назад королевская семья решила прогуляться ночью по саду. Король с королевой, видимо, на что-то только есть. И меня усредили за своей дочкой. До утра ее искали. Так и не нашли. И, главное, никаких следов. Король нанял детектива, но и тот пропал. Жутко. Мне тут на самом деле не так весело и хорошо, как всем кажется. С каждым днем мне все более неспокойно на душе. Ах, надеюсь, вам не скучновато. Здесь все начало. Ладно, я немного устал. Спокойной ночи. Ё-моё. Это как вздец просто. Ну, я уже давно знаю сюжет. Ну, просто. Просто это довольно-таки жутко. Но, наверное, пришли вандалы, узнали об этой ситуации. Решили Фрогальду дать люлей за то, что свою дочь, наверное... Скорее всего, подумали, что Фрогальд убил свою дочь. И поэтому в вандалах от этого убить за то, что, типа, убийца, типа, он богатый. Небось, все дела и улики заложил деньгами и так далее, но... Мне кажется, именно такой расклад событий должен был ждать Фрогальда из-за, ну, данного события. Где эта кошка? Где этот тапок ходячий? Если что, это кошка тапок, знаете. Так, кошка тапок здесь. Блин! Какого? Алло! Страшный слон! Подфлотный, подфлотный, желтый, без глаз. Душа. Мама, мне как, конечно, и раньше снились. Расширные заново, ну, что даже, наверное, только кишмар. Дох. Аж, это, чего я не могу догадывать. Я не знаю, что такое, что. Просто я так не чувствую себя одним в этом месте. Какой, блин? Какой, блин? Вали отсюда. Сейчас меня Фрогольт уволит. Сигнализация тут вовсю орёт просто. Давай, давай, давай. Поперёд, вперёд, вперёд. Погнал. Фу, это очень напряжённая игра. Ну всё, можно нажить. Фу, настало утро. 23%! Вандалов прогнут 26%. Сразу сон. Я думаю, будет катсцена. Так, Королевский коридор. Четверг. Следим за вандалами. Так, эм, алло. Меня сегодня выдался тяжёлый день. Я не выпал сли за кошмаров. Сонтаркар не подгонял. Ещё мне сегодня за это дополнительную работу дали. А вот-то как дела? А, ну да. Ещё и душно здесь. Да. Лёг не очень. Ну ладно, всё. Они и так всё надоели. И ты тоже. Может мне вообще уволиться? Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Нет. Нет. Гормят хорошо. Один из всех частей. Да вообще, многие персонажи в пятной час фроги, они вообще самые спокойные люди на свете. Может в Прагу переехать? Может спокойным стану. Да какой фроги? Да пошёл ты в жопу. Крёбные вандалы. Всё, ломают и ломают. Ломай, ломай. Мы же миллионеры. Новый купим. Так, пацаны. Напряжёнка пошла. Напряжёнка. Пошла напряжёночка. Зоночка. Ну нахер. Надо было сфотографировать его. Какого чёрта? У меня открылся дисковод. Какого хрена? У меня дисковод открылся. Ладно, я помню то, что по-моему при каждом скримере открывается дисковод или чё-то типа того. Ну блин, реально. От этого скримера у меня... Это, наверное, самый страшный скример по сравнению с другими. Вообще. Так, давайте откроем справочник. Ой, я уже всё открыл. Так, ну давайте потом всё прочитаем. Ну всё, я всё открыл. Ну-ка дополнительно. Галерея. Томас. О, не мэ. А, это типа Friday Night Pumpkin? А вдруг если я поверну все картины правильно, и всё будет окей? Какой-то страшный арт. Фрогольд. Фрогольд. Иван Симаков. Сначала пройди пятую ночь. Ой-ёй. Фрогольд? О, блин, это было жёстко. Это было ультра-жёстко. Это было очень страшно. Во-первых, я не ожидал. Вообще не ожидал. Так, эм. У меня сегодня выдался тяжёлый день. Пошёл нахуй. Ну, надоели, надоели. Что бубнить-то? Вот они бубни. А то, видите ли, жалуются тут. Это работа. За неё тебе платят очень большие деньжища. Так что не жалуйся. Выключи. Как это развидеть? Чё? Блин, я не успею прочитать. Короче, показалось. Блин! Нет! Нет! Давай-давай-давай. Давай-давай. Пошла отсюда. Пошла. Пошла. Пошла! Блин, было проще, когда просто на спички нажимал, и всё. А не вот это говно. Берёшь спичку. Долго её вот так вот. Ну, это реалистично. Да, это реалистично и прикольно. Сложно. Но это слишком сложно. Это... Это... Это надо отменить. Это надо удалить. Всё. Хватит жаловаться. Мы работаем. Мы охренники. Мы должны дать звездюлей этим вандалам. А ведь реально, чё они её с Фрогольдом не обсудят? Всё. Это за чашечкой чая. Барасайты. Кто-нибудь тоже обожает, типа, запах сгоревших спичек? Он, по-моему, очень классный. Опа. Не погасло. Да почему, когда... Почему, когда приходит Китти... Почему, когда приходит Китти, у меня постоянно тушатся спички? Пошёл нахрен. Скример этого золотого Фроги меня очень напугал. Да, блин. Ух, я выжил. Настало утро. 27 вандалов, кстати. 22 процента. Нормально, живём. Так, это, по-моему, коридор перед входом в секретную комнату. Это я помню. Пятница. Красная пятница. Ой-ой-ой, дождь идёт. Чуть я устал, пацаны. Думаю, после пятницы можно заканчивать это видео. Алло, здравствуйте. Вчера я вот опять не выспался. И поэтому ночью я бродил по своему дому. И это странно. Кажется, я схожу с ума, как и тот охранник. Вчера мне показалось, что я видел у вас под окном игрушек. Получается, либо я действительно схожу с ума, либо... Ну, конечно. Надо было сразу же сказать. Прошлый охранник был прав. Не может же нам обоим голосовать одно и то же. Но всё-таки может. Сегодня ночью я попробую сфотографировать их, чтобы точно понять, правда ли это. Или мне чудится. Ладно. Расскажу-ка я ещё вот что. Сегодня корольник договорил, что где-то в банке есть что-то вроде тайного холла. Только Фрога не знает, куда он ведёт. Как его открыть. Возможно, это где-то во... Ой. Чел, ты пошёл отсюда? Я тебя сейчас выпну оттуда. Почему? Почему Лар... Это самый... Какой ужас. Да пошли они все в жопу. У меня ещё... У меня все камеры обляпаны каплями от дождя. Это ужас какой-то. Я так вообще ничего не увижу. Интересно, вандалы во время дождя вообще идут в замок. Это как бздец. Это просто как бздец. Так, сколько времени? Половина. А Фроги, кстати, так и не пришёл. Очень странно. Может, он жрал труп Ларенса? Ладно. Допустим. А то вообще Фроги не увидел за весь день. За всю ночь точнее. Настало утро. Вандалов прогнуло. Ноль. Ущерба нанесено. Ноль. Потому что сегодня дождь. Какие вандалы. Они бы не стали мочиться из-за какого-то там замка. Какая-то сцена. Вход. Короче, место, где находится секретный вход. Как раз таки. Как его открыть? Фроги, конечно же, забыл. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот плита, под которой находится мини-статуэтка. Ну. Вот мини-статуэтка, которая стоит на вот этой штуке. Тут находится, короче, плита. За этой плитой находится секретный проход. Во-во-во-во. Лестница в секретный проход со змеями. Это я тоже помню. Да-да-да-да-да-да. Та самая пещера. Кристаллическая. Это что, ноги? Это чей-то труп? Блин, я подумал, это реально ноги чьи-то. Я не знаю, что это. Да-да-да-да. Тот самый коридор с досочкой. Палеткой. Места, где скидывают трупы, по идее. Ладно, это просто какой-то склеп или... Не знаю. Тоже проход. Главное, кто это все строил? Интересно. И... Место, где убили... Софию... Вторую? Или первую? Не помню. Да-да-да-да-да. А может, это детектив убили? Это его воспоминание. Королевские ведомости Улыбка Фрогольда II полностью исчезла. Последний день наш король Фрогольд II тускнел на глазах. С каждым днем его улыбка была все менее выразительной, а сегодняшняя трагедия вовсе полностью загубила женеранность Фрогольда. Самыми влиятельными событиями оказались полуразвал старого замка. Исчезновение Софии II, дочери короля. Начавшийся по ночам вандализм. Угрожающие граффити. А теперь еще и загадочное убийство главного слуги. Пресновал дворца всеми силами старается и будет стараться поддерживать нашего павшего духом короля. Мероприятия отменены. В связи с последним трагическим событием было решено отменить все ближайшие мероприятия. Всем, кто совершал взнос средства, будут возвращены в полном объеме. Возврат средств будет проводиться с завтрашнего дня каждый день с 10 до 4. За возвратом подходите к кассовому пункту главных ворот. Примите наши извинения за представленные невобства. Сегодня в 6 утра ночным охранником Томасом Рамирисом было обнаружено мертвое тело главного слуги Ларенси в бесселе, в его собственном доме. На теле и на шее были крупные ранения. Тело лежало в крови. Также в комнате был замечен разломный телефон, лежащий на полу. К вечеру следователь обследует помещение и попытается выяснить, что он не глушит убийство. Персонал сказочного королевства и королевской семьи искренне сожалеет о произошедшем. Ларенси был позитивным человеком. Он восхищал всех своей приветливостью и поддержкой. Каждый из сказочного королевства высказал свои последние слова Ларенси. Подробнее об этом статье «Прощание Ларенси в бесселе» Страница 4 А можете показать прощание? Я тоже хочу почитать, мне интересно. Томас, вот и ты. Мне очень жаль. Да тебе нужно остаться в сказочном королевстве. До воскресенья. Так как ты в списке подозреваемых. Следователь, вероятно, рассмотрит это дело где-то до того времени. Не беспокойся, жилье и еда тебе будут обеспечены. Говорят, всегда будет открыт для тебя. Думаю, ты найдешь, чем тебя занять за эти дни. Ну, вот и все. Томас, как ты думаешь, это мог быть кто-нибудь из вандалов? Нет, сэр, сегодня я не наблюдал никого из них через видеонаблюдение. Это ужасно. Это реально ужасно. Бедный Ларенси. Ну, короче, ребят. Если вы хотите, чтобы я продолжал данный летсплей по Пятной Час в Роге, то поставьте под этим видео лайк, подпишитесь на канал. Если уж хотите, то это самое, колокольчик нажмите, чтобы побыстрее увидеть ролик, чтобы вам пришло об этом вещение. Ну, конечно, очень жалко Ларенси, но мы должны обследовать и узнать сюжет данных событий. Поэтому, если вы хотите продолжение... Короче, все. Всем удачи. С вами Райнард. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok